Площадкой для проведения Дня энергии, как и в прошлом году, стал Театр эстрады Парка культуры и отдыха. На главной сцене собрались специалисты разных отраслей, представители городской власти, экологи, эксперты в области энергоэффективности и климата. Немного истории. В 2015 году Брест присоединился к инициативе Европейского Союза соглашения мэров по климату и энергии. В рамках его реализации был запланирован цикл мероприятий, основная цель которых – привлечение внимания общественности к вопросам энергоэффективности и климата. Привить горожанам, начиная от маленьких до старшего возраста, привить, скажем так, в привычку, чтобы вошло людям, чтобы они экономили. Экономили на электроэнергии, экономили на воде, соответственно, экономили на канализации, экономили в сортировке отходов. Брест также является получателем международной технической помощи в рамках нашего проекта и реализовывает местную инициативу, направленную на сокращение выбросов СО2. В рамках этой местной инициативы запланирована реконструкция и закупка нового оборудования на котельные города Бреста. И это одна из форм поддержки города. В ходе мероприятия состоялось награждение победителей городского творческого конкурса на энергосберегающую тематику среди учащихся. 120 юных брещан проявили неравнодушное отношение к проблемам экологии, взяв в руки кисть и краски. С точки зрения тематики, конечно, художественного содержания были отобраны четыре лучшие работы. Также в рамках Дня энергии можно было приобрести лампочки Брестского электролампового завода, обменять отработанные батарейки, поучаствовать в квесте. Программа получилась насыщенной и разноплановой. Мы одни, единственные в республике, которые эту тему развили глубже, потому что у нас уже практически завершающий этап разработки концепции Брест-Симбио-Сити. И у нас вот такой яркой красной нитью проходит раздел энергии и климат. И вообще цель нашего проекта Брест-Симбио-Сити – это экономия уменьшения выбросов СО2 в атмосферу. Сегодня самая главная и, пожалуй, наша общая цель – уменьшить выброс СО2 в атмосферу. Сделать это не так уж и сложно. Нужно экономить электроэнергию, пользоваться энергосберегающими лампочками, перейти на экологически чистые виды транспорта, высаживать больше зелёных насаждений в городе.